Мы тут собрались, значит, все дружненько вот с этой пышной женщиной, с нашими мальчишками, и поехали в Икею выбирать мебель нашему малышу. Ну, а вместе с вами посмотрим, что у нас из этого получится. Что мы доехали? Тут, как обычно, гигантская парковка. Главное, что она находится в Тунге. На въезде, кстати, есть большая детская площадка, кстати, такая отдельная, но единственный минус, что она под солнцем, поэтому в такую погоду, а тем более в Краснодаре, без вариантов вообще там гулять. Все, отправляемся в такое путешествие, вместе с нами посмотрим, что мы выбираем. Мы зашли в магазин Мазаркея, здесь такое все нежное, такое красивое. Смотрим, естественно, всякие пеленочки, белишка. Смотрим вот такие вот штуковины, как они правильно называются-то? Шезлонги, да. Как они правильно называются? Двое детей, не знаю, как называется, да? Так, ну вот такая штука, я думаю, нам не нужна будет, да, Настя? Настя, смотри, колыбель, корзина. А, у нас есть. А, есть у нас? А, точно, у нас же есть. И еще нам нравится вот такой вот стульчик. Вот, я думаю, что именно его мы и возьмем, но пока не точно. Стоит 11 тысяч, но очень стильный. Ложится. Класс. Нравится. А что касается коляски, ребята, учится, что мы постоянно ездим, да, вы знаете. Мы смотрим вот такую вот. Она быстро трансформируется в автокресло. Устанавливается. Все, приехали. Чикс, сразу за долю секунды, и у вас кресло. Стоит 30 тысяч. Так, ну что, мы приближаемся к нашей цели. Та-та-та-ан. И вот как раз прям наш уголок. Это пеленальный столик. И вот она такая детская кроватка. Вот прям такой уголочек. А вот еще на сегодня вот этот, как он правильно называется? Коврич. вот этот. Так, ну чё, прикольно, смотри как. Два яруса, ну сейчас, в общем, будем думать. Так, Настенька, значит, села на стульчик и увидела, что можно купить вот такие ящики, которые, посмотрите, как покурат с кровати встают, раз и два. И смысл в том, что тогда не надо покупать комод, потому что с комодом геморрой, а ящики можно всегда с собой брать в дорогу. Да? Вот теперь надо подумать. Комод или ящики? Ящики 350 рублей стоят штука. И сюда также, чик-чик зону для хранения сделал и всё. И вот такой вот уголок будет для малого. Дошли мы до детского отдела и вот опять здесь как раз стоит этот пеленальный столик, который нам зашёл и вот она детская кроватка. Вот которую мы смотрели на сайте, почему-то показывало, что здесь её нету, по факту оно есть. Ну и, соответственно, постельная бельишка. Всё здесь можно сразу прикупить. Детские стульчики, коврики и ещё много-много всего. Такой тут огромный-огромный склад самообслуживания. Нам нужен ряд 27 и какое-то место. Сейчас будем искать свой товар. Просто берёшь с полки и идёшь на кассу. Но мы ещё набрали вот сумку. Чуть позже покажу, что взяли. Так, мы ищем пеленальный столик, который нам понравился. Да, пеленальный столик. Чуть позже покажем. В итоге я такой смелый. Такой сейчас я его вытяну. Короче, он нереально тяжёлый. Короче, Слояна, отходите, дети. Я бы на вашем месте не рисковала. О, мой гарабл. Всё, погнали. Короче, мы купили пеленалку, всё для пеленалки. Да, мальчишки? В общем, мы не могли пройти мимо и не купить эти хот-доги, хот-доги детства. То есть, вы покупаете их, 35 рублей, а потом подходите, вот так вот наливаете либо кетчуп, либо горчицу. Вот. Сейчас Настенька покажет. Раньше, говорю, стоили 12 рублей. Нет, горчицу, горчицу. Нет, горчицу нет. Она очень острая. Прикольно. Ребятки, я не знаю, в Икею идёшь и, точнее, по Икеи ходишь, так, это надо, это надо, это надо. Вот такие щупальца, осьминога, везде, короче, лезут. И Настя уже говорит, всё, пошли. Сейчас просто все деньги всадим на какие-то безделушки. Ну, мы реально купили безделушки, просто. Поехали покупать на рождение ребёнка. Вот это надо? Вот это зачем? Это молоко взбивать. А может быть, вот это надо на рождение ребёнка? Нет, не надо. А может быть, солонку надо на рождение ребёнка? Не надо. И это не предел. Что мы ещё взяли? Где? Вот. А может быть, ой, дай сюда. А может быть, вот это вот нужно на кухню, в полотенчике. Нет, не надо. Ну, на самом деле, просто много чего на детей посмотрели, вы сами видели, но мы решили сделать паузу, как говорится, скушать твикс и подумать. Единственное, что мы точно взяли и то, что точно нам нужно, это... Артемка, я снимаю. Можете давать только если... Это точно вот такой вот пеленальный столик. Сейчас я его соберу. Вам покажу. Цвет дерева, но, в принципе, который мы выбирали. И еще взяли вот такие боксы, контейнеры в комод. Но не факт, что мы будем покупать комод. Вот такую штуку, конечно, я вообще от нее просто обалдел, насколько она классная. Это тоже пеленальный стол. Вот. Пеленальная, типа, подстилка, да? Она надувается. У нее получаются вот такие надувные бока. Все. Тут матрасик идет. И вот такой вот под нее чехол. Для путешествия это прям огонь. То есть у нас от детей осталась такая большая, здоровая, типа, деревянная, с матрасом, которую брать с собой, ну, невозможно. А эту, что, спустил. Она вот с размером, как две мои головы. И кайфово. Я прям обожаю, как Икея заморачивается с упаковкой и, соответственно, с качественной фурнитурой. Почему у меня с воинок нет? Почему же? Просто огонь. Ладно, все, я собираю, вам покажу. Тут есть инструкция по сборке. То есть, чтобы собрать 4, 8, 12 деревяшек, нам нужна еще инструкция. Посмотрите, какой здесь арголит толщиной. Это вам ни разу не российская мебель. Он даже не болтается. Давайте, брату, собирайте, и потом покажем, что вы собирали. О, какой уже столик. Так, первая часть готова. Откладываем. Если ты смотришь это видео, знай, что не только папка тебе собирал этот комод, а еще и твои пацаны. Но они халявили, они хавали яблоко. Поэтому большую часть собрал я, а не они. Собирай тогда. Вы вот именно, что вы чопите. Эту сторону собрали. Кстати, как вот из лайфхаков, кто не любит дерево, типа мол, не светлое будет. Вот мы по Икеи ходили, оно все такое замызганное уже, знаете, такой цвет желтый имеет. А вот сейчас собираем, посмотрите, цвет сюда и цвет сюда. Прям отлично войдет. Сейчас поставим, посмотрим. Молодец. Ребята, кто смотрит этот выпуск, напишите в комментариях, что он заставит детей собирать целую конструкцию. Основный момент ставим. Опа! Вот такая вот красота у нас получилась. Никаких острых углов, но это естественно очень твердое дно. Вот я вам говорил про оргалит. Первая полка, вторая полка. И сюда сейчас положится надувной матрасик. Вот смотрите, вскрыли упаковочку. Вот это получается матрас, причем такой достаточно он плотный, тверденький. Бока все надуваются. Сейчас это вместе с вами сделаем и покажу, как это будет все прекрасно выглядеть. вот смотрите, все надулось. Вот так он сюда будет ложиться и получается, что вот у него будут такие мягкие надувные достаточно высокие борта. Сверху сюда одевается вот этот вот чехольчик. Сейчас мы его оденем, покажу финалочку. Но вот у этой штуки есть минусы. Первый, во-первых, клапаны не убираются туда во внутрь, как на надуважках, например, водных. И у них клапан не очень хороший, он чуть-чуть спускает. Поэтому я так думаю, я так думаю, что периодически нужно будет поддувать эти борта. Ну что, ребятки, посмотрите, какая красота у нас получилась. Чуть-чуть не хватает кроватки. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Но вот это получилось вообще прикольно. Прям класс. И вот эти ящики, но скорее всего эти будут в другое место. Хотя они сюда встают идеально. Может их и оставим. Но если все-таки будет комод, значит они пойдут в комод. Надуважки, классный чехольчик, все непромокаемое. Класс. Как вам такое решение? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok